В ребенке с младых ногтей важно развивать разностороннюю личность. А это означает, что помимо обязательной программы обучения, родителям хорошо бы открыть в своем наследнике те склонности, которые и досуг заполняют, и индивидуально совершенствуют. На протяжении многих лет в фитнес-центре «Форма профессиональной педагогии» воспитывают из девочек, влюбленных в художественную гимнастику, настоящих спортсменок. В фитнес-клубе «Форма» принимают на обучение детей в возрасте от 4 лет. Но для того, чтобы будущих рекордсменок подготовить к большой публике и выступлению на международном ковре художественной гимнастике, преподаватели клуба регулярно устраивают показательные выступления на дому. Мы регулярно занимаемся художественной гимнастикой. И стараемся два раза в год для наших детей устраивать вот такие небольшие соревнования. Все наши детки, вот самых маленьких, сегодня участвовали от 2014 года рождения и до 2003 года. Кто-то впервые вышел на ковер, при этом поражая даже своего тренера. А для кого-то выступление перед большой публикой уже привычно. Мы стараемся каждые полгода готовить новую программу, выбирать для детей новый вид. Либо мяч, либо ленту, либо булавы. Сегодня мы представляли упражнения без предмета, упражнения с мячом и упражнения с лентой. И в зависимости от уровня выполнения элементов дети либо с более сложным предметом выступали, либо вообще без него. Девочки, как оказалось, очень любят не только сам спорт, но и возможность показать свои навыки публике. Мне нравится ходить на гимнастику только из-за того, чтобы быть гибкой и постараться занимать первые места. Тренера строгие, но хорошие. И только с этими тренерами я могу добиться успеха. Мне нравится в гимнастике то, что мы хорошо растягиваемся. Очень нравится заниматься, потому что меня Настя очень хорошо готовит к выступлениям. Она старается, чтобы мы подготовились и не падали, когда делаем упражнения. Художественной гимнастикой я занимаюсь уже три года. Я просто занималась английским, и мне подарили талон. И я пошла на художественную гимнастику и так увлеклась. Без растяжки сложно. Я, когда пришла на художественную гимнастику, мне было сложно. Не менее довольны и родители юных спортсменок. Очень нравится, потому что это творческий вид спорта. Это и гимнастика здесь присутствует, и акробатика, и элементы спортивной гимнастики. Красивый вид спорта. Улыбаться, тренироваться, заниматься. Дети безумно довольны, счастливы и ходят с удовольствием. У меня ходят сюда и дочка, и сын. И, естественно, такие условия, как предоставляет Кубформа, нигде. К сожалению, больше таких условий мы не можем найти. Мы занимаемся гимнастикой с четырех лет где-то. Пластика – это фигура, это режим. Это и красивые костюмы, и красивые выступления. Очень хорошие условия. Потрясающие залы, теплые, комфортные. Все для занятий гимнастикой, спортом, в принципе, есть. Но мы любим нашу форму и наших тренеров. И им преданы, так скажем. В рамках показательных выступлений свои навыки показали и воспитанницы совсем молодого клуба по черлидингу. Однако, несмотря на недолгую историю, участницы клуба уже успели занять первые места на чемпионате Европы. Ребенок начал заниматься в форме гимнастикой три года назад. Год назад мы перешли на черлидинг и добились уже немалых успехов в этом виде спорта. На прошлых выходных мы побывали в составе наших трех дуэтов на чемпионате Европы в Голландии по черлидингу. И наши дети привезли от нашего клуба два первых места и одно второе место. Черлидинг в нашем клубе появился всего год назад и буквально шесть спортсменок в том декабре начали это направление. Сейчас у нас 28 действующих спортсменов. Многие из них уже побеждали и, надеюсь, мы будем побеждать в скором времени на предстоящих соревнованиях. Достаточно молодое направление, но очень развивающееся, очень перспективное, очень интересное взрослым девочкам. Я занимаюсь черлидингом, я хожу уже год, но до этого я семь лет занималась гимнастикой. Я очень люблю спорт, я люблю, ну не знаю, если бы я не занималась месяц, я бы не смогла. Это уже как моя жизнь. Показательное выступление по художественной гимнастике и черлидингу завершили с торжественным награждением победителей.